Продолжаем нашу работу и сейчас мы с вами должны скачать и установить наш самый основной инструмент это конструктор сайтов SP Page Builder. Возвращаемся на сайт разработчика. Этот конструктор он также создан компанией Joom Shaper и вот здесь вот в разделе Page Builder нам нужно с вами перейти, щелкнуть по этому разделу и мы попадем на страницу самого конструктора. Здесь более подробно все расписывается, что это за конструктор, что он у себя представляет, все его преимущества, также какие здесь используются дополнения. То есть это такие вот аддоны они называются, но по сути дополнения, которые расширяют функционал конструктора и с помощью них можно создавать крутые страницы и соответственно сайты. Здесь их больше 50 штук, у них очень различные назначения, здесь есть как и контактные формы, так и анимационные цифры, аудиоплеер, карусели изображений, счетчики, различные иконки, модальные окна, фотогалереи, можно вставлять Google карты и очень всего много. Но мы с вами будем использовать не платную версию, а бесплатную. В бесплатной версии всего лишь 14 дополнений, вот они здесь представлены и с помощью них, причем даже не всех, а только некоторых, мы с вами будем создавать ваш первый сайт. Если здесь пролистать ниже, то мы с вами сможем увидеть сравнение двух версий, соответственно Lite-версия и Pro-версия. И видим, что здесь в Lite-версии очень много различных ограничений. Здесь нельзя делать импорт-экспорт страниц, нельзя копировать строки, нельзя использовать интеграцию статьи Joomla и очень много чего нельзя делать. Но нам вполне будет достаточно этой версии для создания вашего сайта. Поэтому вот здесь есть кнопочка Download Lite-версион, мы ее нажимаем и переходим на страницу для загрузки нашего конструктора. Здесь мы видим, что версия Lite это 3.4.2 и она была загружена аж 25 января. А версия Pro сейчас 3.4.10. То есть вы видите, да, какое отличие. Но Lite-версия она поддерживается в каком-то более-менее актуальном состоянии. Если там были замечены какие-то баги, несоответствия, они их устраняют, но не так, как сказать, не так активно, как в Pro-версии. Поэтому SP-Page Builder Lite она как есть, так и есть. Но я проверял и на ней можно сделать более-менее какой-то простой сайт, который в принципе будет выглядеть очень даже хорошо. Поэтому скачиваем эту версию. После того, как мы ее скачали, нам нужно с вами вернуться в нашу панель управления сайтом и зайти в расширение, менеджер расширения, установка. Здесь мы также можем или выбрать файл с компьютера, или же просто взять и перетащить из папки загрузки, что вот я сейчас делаю, архив с нашим конструктором и его бросить вот в это поле. Все, система нам сообщает, что конструктор установлен. Все хорошо. Теперь, что нам нужно сделать дальше? Нам нужно с вами создать нашу страницу. Для этого вот здесь в меню появился пункт SP-Page Builder. Для этого мы нажимаем на него, здесь выпадает список. Заходим в Page, это страница. И у нас вот такой вот интерфейс открывается. Слева у нас меню. Здесь можно... Мы находимся в первом пункте, это страница, пока их нет. Второй пункт, это у нас категории. Можно создавать категории и в них размещать страницы. Но это больше для администрирования, чтобы вам удобно было отфильтровывать ваши страницы, искать их и каталогизировать. Также здесь есть перевод Language, но он доступен только в Pro-версии. Ну и так далее. Здесь Media Manager. Здесь можно загружать свои изображения, видео, аудио, именно для работы в конструкторе. Но также доступ к этому Media Manager будет из самого конструктора уже на странице. Можно будет в дополнениях также подключаться к этому Media Manager и загружать туда все наши файлы. Поэтому возвращаемся на страницу Page. И здесь нужно нажать кнопку Создать. У нас с вами создастся первая наша страница. Здесь мы должны ввести заголовок. Давайте введем заголовок Landing Page. Landing Page. Вы можете назвать как угодно. На данном этапе это не влияет никак на наш сайт. Просто нужно ее как-то обозначить. Далее нам нужно с вами создать новую строку. И здесь выбрать вариант разбиения на колонке. Либо здесь можно прописать самому, какой вариант нам нужен. Ну давайте по умолчанию мы пока возьмем одну колонку. То есть будет одна строка и одна колонка. Все. Мы с вами создали нашу первую строку. После этого нам нужно с вами сохранить. После того как мы сохранили у нас открывая появляются дополнительные кнопки в панели управления. Это Frontend Editor и Preview. То есть Preview это просмотр. Frontend Editor это визуальный редактор на самом сайте. Мы с помощью него и будем создавать наш сайт. Нашу страницу. Далее. Что мы сейчас можем с вами сделать. Нам в принципе уже можно работать в нашем конструкторе. Но я предлагаю сделать дополнительные настройки движка. Закроем страницу. Мы ее уже с вами сохранили. Так. Нажимаем Close. Вот она у нас здесь уже появилась. И сейчас нам нужно с вами перейти на главную страницу. Для этого вот здесь вот в верхнем правом углу у нас есть название нашего сайта. И эта же ссылка ведет на главную страницу. Мы ее нажмем. У нас откроется вот эта вот страничка. На которой ничего еще нет. Что нужно сделать для того, чтобы здесь появились какие-то данные. С которыми мы будем в дальнейшем работать. Для этого нам нужно с вами пункт меню привязать к этой странице. То есть пункт меню главной страницы привязать к этой. То есть сделать эту страницу главной на сайте. Чтобы она у нас открывалась только по домину. Вот этому домину основному. Открывалась наша страница, которую мы будем с вами редактировать. Для этого нам нужно с вами перейти в меню. И здесь у нас есть мое меню. Главное меню. В него заходим. И видим, что у нас здесь есть только один пункт меню. Это Home. То есть главное. Но он у нас с вами назначен. Ему назначен какой-то избранный материал. Соответственно у нас здесь ничего не открывается. Потому что пусто. Для этого заходим в этот пункт меню. И здесь тип пункта меню. Нам нужно выбрать место избранных материалов. SP Page Builder. Он будет у нас самым первым. Нажимаем. Здесь выпал список. И одна ссылка на Page. То есть выбрать страницу. После того, как мы с вами выбрали тип меню страница. В следующей строке у нас есть функционал для выбора страницы конкретной. Нажимаем выбрать. И здесь появляется наша созданная с вами страница в конструкторе. Мы выбираем ее. После этого просто нажимаем сохранить. И возвращаемся на главную страницу. Вот у нас появилось название нашей страницы. Но что нам нужно сейчас с вами еще сделать? Нам надо с вами убрать вот этот вот заголовок. Чтобы он нам не мешался, он нам не нужен будет. Это делается также через пункт меню во вкладке параметры страницы. Здесь есть вот такой пункт показывать заголовок страницы. Нам его надо просто выключить. Нажать нет. Нажимаем сохранить. Возвращаемся на главную страницу. Просто обновим страницу. Все. У нас это все название пропало. У нас сейчас чистая пустая страница. Потому что мы в самой странице еще никакую информацию не добавляли. Мы добавили только строку. Но она пустая, поэтому она не отображается. Так. Что нам еще здесь нужно сделать? Да. Чтобы нам иметь возможность вносить информацию через лицевую часть сайта. Frontend То нам надо сделать авторизацию и на лицевой части. Мы сейчас с вами авторизированы в админке. Но в настройках системы общей настройки мы с вами можем сделать авторизацию сразу и там и там. То есть нам нужно с вами перейти на вкладку система. Система. И внизу здесь есть настройки сессии. Также мы с вами можем сделать общие сессии. Нажмем да. И поставить время жизни сессии. Давайте поставим 150 минут. То есть когда вы бездействуете. То есть вы что-то поделали и остановились. То есть никаких сохранений, переходов в админке не было. Спустя вот это время, время жизни сессии ваша авторизация будет закрываться. То есть вам нужно будет снова вводить пароль. Поэтому здесь стояло 15 минут. И поэтому вот в прошлом видео у меня пришлось по новой авторизироваться в админке. Потому что время истекло сессии. И меня выкинуло из админки. Это очень полезно, когда допустим вы поработали, ушли и забыли разлогиниться. То есть выйти из админки. И система вас сама выкидывает, чтобы никаких не было несанкционированных доступов других людей. Но на время работы бывает полезно немножко увеличить. Это время, чтобы допустим вы, внеся какие-то изменения, отвлеклись. Прошло 15 минут, вас выкинуло. Изменения не сохранились. Поэтому я вот ставлю где-то 150 минут примерно. И ставлю общие сессии. После того, как я сейчас нажму сохранить, меня выкинет из админки. И мне надо будет по новой авторизоваться. Вводим снова наш логин. И вводим наш пароль. Администратора сайта. Представляем. Нажимаем войти. Все. После этого, если мы сейчас вернемся на главную страницу и обновимся, у нас появляется вот такая вот кнопочка Edit Page. Редактировать страницу. Также мы можем с вами еще... Так, вернемся в наш конструктор. Вот здесь мы также можем с вами перейти вот с помощью вот этой кнопки. У нас также откроется с вами главная страница, но уже сразу с визуальным редактором и с нашей строкой. Ну и также можно изнутри страницы, если мы зайдем вот здесь вот Frontend Gitter, он также нас выкинет сразу на главную, ой, ну на саму страницу. И здесь можно будет уже редактировать. Поэтому, как вам удобнее, в принципе, здесь вот нажмем. То же самое. То есть, видите, все три страницы. Можно спокойно вносить изменения. Так, на этом давайте закончим. В следующем видео мы уже с вами приступим к обзору, краткому обзору панели нашего редактора. Я расскажу немножко, что здесь есть, чтобы вам было предельно понятно. Здесь многие функции доступны только для Pro-версии. Но я вкратце расскажу быстренько. И мы с вами приступим уже к созданию самого сайта. Продолжение следует...